Доброго времени суток, дамы и господа. Дополнение Dragonflight совсем скоро стартанет, и там нас ждут новые фракции, у которых мы будем выкачивать известность. После этих слов многие люди, возможно, испугаются то, что механика Shadowlands преследует нас вновь, и опять эта лендоедливая известность, которая качается по чуть-чуть в неделю. Но нет, та репутация, которая будет в дополнение Dragonflight, она, скажем так, миксованная. Просто-напросто решили соединить воедино механику, известную нам еще с классика, то, что мы качаем репутацию, и решили соединить механику с Shadowlands, а именно известность. Многие люди, когда зашли во вторую фазу припатча, увидели новую фракцию у себя во вкладке репутация, дракония экспедиция, и да, у нее имеется известность. Давайте для более детального обзора я просто-напросто перейду уже на бета-клиент, и там мы все рассмотрим. Когда мы немного поиграем на Драконьих Островах, немножко покачаемся, немножко поделаем квестиков, у нас появится особый значок. Можно сказать, как значок Ковенанта. Называется «Сводка Драконьих Островов». Тут указаны все наши актуальные репутации. Дракония экспедиция, кентравры, мараук, искарские клыкары, союз Вальдракена. Разумеется, соответствующая фракция качается, по-моему, как я правильно понимаю, в соответствующие локации, путем выполнения локалок, квестиков и прочих различных событий. Что у нас получается? Механика известности. Что это такое? Лента наград. И в целом это единственное по факту, что взято с Shadowlands. То есть известность, а именно каждые 2500 репутации открывают нам новую награду в этой ленте наград. Суммарно у нас имеется 25 уровней известности. То есть нам нужно влить хорошее количество репутации. Для того, чтобы апнуть фракцию классическую, например, с равнодушия до превознесения, мы тратили 42 тысячи репутации. А тут мы будем тратить... Что получается? 25 нужно умножить на 2,5? Или 24 нужно умножить на 2,5? Ох уж эта математика. В общем, нужно чуточку больше влить репутации. Но в этом нам помогут различные локалочки, различные квесты, разбросанные по локациям. Различные побочные квесты, за которые тоже неплохо дают репутацию. Ну и события. Вот, например, Великая Охота. Почему бы и нет? Почему бы в ней не поучаствовали для того, чтобы набрать репутацию? Касательно ускоренной прокачки репутации, что у нас получается? Есть Хуман. 18-я годовщина уже не будет работать. Будут, по-моему, контракты. От начертателей. Так что, да, прокачать можно будет, в принципе, эти репутации. И пользоваться всеми наградами можно будет. Не стоит пугаться этой известности. Это всего лишь условность. В Dragonflight с репутацией все будет окей. На этом все. Монолог мой окончен. Если остались вопросы, дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!